есть друзья мои друзья мои все тишина у нас время пошло в общем время пошло первый пошел а НЛО прилетели и улетели это в общем некоторый обзор об НЛО почему это важно потому что надо как мне кажется мухи от котлет после меня выступит Александр Евгеньевич Семенов крупнейший специалист уфолог который знал Зигеля который знал Жажу который знал Кузовкина который знал Фомина который знал ну и так далее и так далее который 40 лет уже ведет зигелевские чтения поэтому большая ответственность передо мной в 15 минут быстренько быстренько некий обзор об НЛО как мне кажется надо мухи от котлет отделять почему потому что все-таки уфологи народ такой еще Фомин говорил что надо лжесвидетельство вот настоящие свидетельства причем сам Фомин что любопытно концу жизни разуверился вот Розуэл сначала он был энтузиастом а потом подделка все ну и так далее поэтому значит астрономические явления 1561 года наблюдали от Норбергом битва между шарами и крестами как к этому относиться неизвестно в летописях осталась воздушная битва 83-го года 12 августа астроном сообщил что в один день он видел 300 темных каких-то невопросных летающих объектов которые пересекли диск солнца сразу 300 ну и мы сказали что это в общем птицы птицы высоко которые там когда я на дирижабле началась почему-то параидоли да вот таинственные дирижабли воздушные корабли люди двигался 340 но самое главное слышны пение и смех оттуда доносились это вообще интересно объекты были разные в общем дамы и господа как говорится кабинка некие существа в общем снизу а вот одна из как говорят аутентичных фотографий и газ доказали и так далее так далее ну вот это очень любопытно смотрите снежный так а карикатура того времени на вот этом неопознанном дирижабле дед мороз подарки загружает прямо в трубу вот понимаете представление о нло менялись с развитием науки и техники вот почему из них раньше представляли несколько иначе когда были в ходу это еще до дирижабле строения как раз самое самое ну как бы в принципе они уже были аврора известный вот этот монумент здесь по христианскому обычаю похоронен в общем инопланетянин часть хоронила по христианскому обычаю часть сбрасывала в колодец тарелку ничего не понятно ничего не известно считает что это подделка ну кем считается энтузиасты которые скептики ну и как бы эра началась таких сорок седьмой год 24 июня геннет арнольд трех минут наблюдал блюдца и так с его легкой руки пошло летающие блюдца летающие блюдца по крайней мере пять миль так далее так лавировали между горами и принципе после этого его уже растиражировали многократно и он как считается ввел вернее газеты которые тиражировали это свидетельство ввели в оборот летающие тарелки розуэлл розоводский эксперимент вернее не эксперимент а инцидент в принципе тут много тоже сказано фомин почему-то вот концу жизни был тротик но по крайней мере инсталляция которая в девяносто пятом году была потому что там шнур вот такой скрученный который позже знак безопасности может быть как сам генщик об этом скажет в общем битва не на шутку и на смыть говорили что там вот поделенные подделанные метеозонты и так далее в общем не будем останавливаться а то мы утонем после случая в каскадных горах а вот так рисовали да их так представляли зелененькие человечки сейчас уже только мультфильмы причем антенны да но вот как менять представление о них да после того как фильм вышел как же он фильм тот день который остановилась земля там такие но нордики нордики скандинавы многие вдруг увидели нордиков да ну вот наряду с этими случаями непонятными случаи бывают наблюдения вот реальные погиб 25-летний пилот в америке да сорок восьмой год январь 7 января ну естественно вашингтонская карусель что это значит что это было непонятно на радарах зафиксировали точки множество точек подняли эскадрилью они надо кружили над белым домом и зданием конгресса сша и зависим потом на некоторое время в принципе говорят что там температурные инверсии за слоев и так далее но это скептики говорят на самом деле это впервые документальное свидетельство того что на радарах и визуально одновременно наблюдали вот когда на мой взгляд можно доверять это когда и люди наблюдают реально большое количество людей и когда техника показывает что это было вот на мой взгляд ну вот монстр три метра с трех палые 70-е годы конечно вот с какими-то этими самыми глазами красными другие случаи тоже очень любопытный близкий контакт бригада фермеров вернее семья фермеров обороняла свой дом от пришельцев они заглядывали то в окно кто в дверь кто хватали за волосы вот этого хозяина когда он вышел в общем жуткая история они полили из ружей полили из ружей в общем оборонялись всю ночь не знаю может быть они перепели но вот так по их версии выглядела ну верится с трудом конечно но понятное дело в общем как кого-то забрали на тарелку изнасиловали вот один парень значит у него красивая женщина был контакт каитус правда она вся такая из себя но испортила впечатление что на конце хрюкала а она сказала там на небо показала пальцем что наш ребеночек будет там верить этому не знаю не знаю вот евгений александр генщи сидит специалист может быть он пояснил они все разные я к тому случай с еще одним 61 год накормили пирогами пирогами как картон вернее не пирогами а блинами как картон пироги эти блины не вкусные не понравилось но похищение хилла супругов хилл тоже под гипнозом показала агрессивный гипноз показал что значит что-то там было это уже серые появились серые греи в принципе размытые черта детские лица и так далее там подобное полицейский сержант замора выехал на задание гнался за машиной и вдруг увидел вот с пригорка такой яйцеобразный и главное очень любопытно вот этот знак что сию значит типа улетели прилетели не знаю мы знаем беленькие маленькие 2 2 фигурки в общем сержант не подозревали что он все-таки какой-то там фальсификатор и так далее вот здесь известный снимок время значит девочку фотограф фотографировала ты его дочь и здесь вот обнаружилась фигура на засветке считается это космонавт непроявленные это изображение ну тоже случай интересный залез человек в тарелку вернее только засунул тарелка не захотела там какие-то голоса были она повернулась быстренько и соплами как и у него отпечатались вот эти вот ожоги ожоги в виде такой рифленой сетки и это вот по его он нарисовал куда он пытался залезть в море упала из моря вышла вот два человека американских 73 год вышли с одной слоноподобной ногой с двумя клишнево видными руками длиннющими вот чего-то их схватили держали что-то они не помнят в общем когда прилетели вернее в общем ничего не помнят вот тут бригада лесозаготовителей значит выехала и одного утащили туда в тарелку и вроде бы он не врет но на самом деле говорили что все это так несколько инспирировано но одна на мой взгляд очень интересный случай тегеранский инцидент это вот как раз инцидент 76 года когда подняли три истребители и зафиксировали какие-то объекты реальные а визуально их видели и радары видели и так далее причем когда один получил пилот атаковать приказ отключилась вся бортовая аппаратура и электроника и все эти гашетки все эти ракеты застабилизировались ничего не работало то есть атаки не получилось ну вот известная петрозаводский феномен диво да уже потом уже после развала союза нам рассказали что там оказывается был плесецк и там в этот день как раз 20 сентября 77 года был запуск ракеты как раз утром и вот такая третья ступень чего-то не завалилась вот она дала такую вот и это вот примерно то ли там же то ли где но в общем-то похожий эффект медузы так вот то что наблюдали свидетели ну это австралия тасмания пилот поехал и как было немножко повернут на тарелке он в общем-то все время по словам его отца занимался этим делом и наблюдал и исчез и сохранилась его диалог с диспетчером где он говорит что вот он преследует тарелку и в конце концов связь оборвалась не пилота не самолета не нашли вечером 29 декабря 80 уже некая машина с владельца ресторанов и с ее семьей на дороге увидела некий такой параллепипед или такой похожий на бриллиант с точками излучавший тепло и у нее нагрелась машина нагрелась обручальное кольцо и все это ожоги давала и машина и кольцо и в общем что с этим делать она не знала она испугалась ну таких случаев очень много я хочу сказать вот и в англии потом начались 80-ый год и 81-ый год франция приземлился некий объект на плантацию в общем такие террасы посидел посидел и улетел подняв облако пыри но вот мне кажется вот это вот тоже вызывает случай пристального внимания может на доляской боинг 747 запеленговал два объекта они сопровождали его и они двигались той же самой скоростью потом могли уйти опять двигаться с той же самой переда ну метров 30-50 если перед носом этого корабля они видели два сопла откуда были вы такие искры выходили а потом им показалось что их преследует сзади огромное НЛО ну правда им потом диспетчеры сказали что НЛО это может быть радиолокатора ну помехи некие ну вот известный случай Дальнегорск мы вот с Вячеславом Кливовым который здесь присутствует обсуждали это но в общем несмотря на энтузиазм Черноброва и то что он ездил туда и опрашивал свидетелей в принципе я помню да в России вернее на ВДНХ была выставка это эти шарики эти сеточки это было сполдотворение 89-ый год если не ошибаюсь там охрана стояла прям с автоматами у каждого стенда и там народ просто толпился волосы дыбом значит они смотрели на обломки НЛО это все и это было конечно нечто но это 89-ый год так уже канун уже хорошая перестройка свинцовые шарики но тем не менее американцы сказали что это может быть их такой разведывательный аппарат и сам уничтожился вблизи земли у него есть там определенные элементы когда он касается земли он взрывается ну вот известная бельгийская волна НЛО 29 ноября 89-го видели треугольники тут уже треугольники в ход пошли единственная фотография которую подлинной вроде бы признали хотя говорят что вот это все тряски вот эти огни могут ну это дети в Воронеже 89-ый год коммуна в общем в Южном парке увидели вот такой вот и это ну конечно честно говорю но детское творчество немного распакивает что это вот три глаза такие а тут пряжка Ж и на самой тарелке была Ж Ж что сие значит но говорили что это коммунисты вселенские коммунисты не имеют знак такой Ж но тогда говорили не знака ну и вот разные разные другие случаи Аризонат это уголок летающий сначала летели прямо потом в уголок выстроились и какую-то видите фигуру уголка как это может быть непонятно над аэродромом Охара видели несколько человек пробило облако и зависло на несколько минут ну наверное человек 10 видело непонятное что-то такой объект вроде бы и радары видели а вроде бы и нет норвежская спиральная аномалия но это наши запускали Дмитрий Донской 80-2009 год две ступени пошли нормально а третья такую юзом пошла явление а? вторая вторая ступень? булава булава ну да ну вот Александр Евгеньевич он больше про ступени про булаву знали это он расскажет ладно я уже быстренько быстренько но тик-так вот мне кажется это вот реально что-то вообще реальное тик-так ну это такие конфетки знаете вот ну вот рассекретили американцы не так давно год назад сказала ЦРУ мы вам все покажем показали 2004 и 2017 год значит немец немец тот самый группа авианосцев вот они зафиксировались с помощью радаров вот примерно так это тик-так метров наверное 19-17 да Александр Евгеньевич вот человечки с этой вот подняли истребители пытались причем что любопытно в воде увидели это уже с истребителей какая-то вспенивалась такая то ли полоска то ли что-то все время вспенивалась бурлила вода и вот эти вот штучки тик-таки они или один или несколько они вокруг вот так тур 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 суетились суетились чего-то суетились а потом резко с ускорением там невозможным ну просто они сразу на три тысячи километров за две секунды отсюда да то есть в принципе от пилотов лепешка бы остался в таком ускорении потом опять назад то есть вот такие смещения на тысячи километров ну как это может вообще в принципе их пытались преследовать сначала летела тихо а потом раз раз вот так вот какими-то углами летит так потом вот так поворачивает и вот в другую сторону с неимоверной скоростью уходит из радаров из прямого видения но в бразилии инцидент 2015-13 вот недавно двадцатый год видели все видели как говорится рабочие видели колхозники видели домохозяйки над рио-де-жанейро чего они забыли в рио-де-жанейро летали летали искрили карусили водили всякие но полиция вертолеты подняла сначала было вот так потом огни пошли уже звездочки потом карусели такие в общем начались что сие значит это было цветоприставление больше похоже на какую-то инсталляцию но я думаю энтузиасты есть деньги есть и ипотировать публику желание есть потом вертолет что-то сбили и вот дым тут около озера или в озеро это упало и в силу того что не надо дескать ипотировать публику эту информацию закрыли я думаю могли просто реальный объект такой вот для ипотирования как бы публики сбить и чтобы не повадно было энтузиастам создавать что-либо подобное в будущем ну это информации не придавать огласки но говорили что из интернета информация уходит так далее так далее то есть какие выводы прячутся исчезли в последнее время массово кто наблюдает военные радары вот когда это все совпадают массовые и военные радары то конечно тут наверное ну и вызывают вопросы вопросов больше чем ответы почему они все такие разные то треугольники то блюдца то квадратики то уголки то значит ну и так далее там подобное истинные и нло могут в принципе не фиксироваться органами чувств и человека и современные техники могут не фиксироваться то есть нельзя исключать что цру вообще не не все нам рассекретила не все нам показалось что это она вдруг будет все рассекречивать то есть возможно это все они сбросили это операция прикрытия своего рода чтобы мы думали что это все ерунда а на самом деле они существуют вот такая вот история да ну все я закончил времени мало так что спасибо дури Александр Иванович ну один вопрос ну один один и кстати к Александру Евгеньевичу Астра 3ТР 3Б вот этот треугольник бельгийский да вот вы считаете все таки он существует или это легенда конечно существует а вы ну его зафиксировали как это рукотворный человеческий товарищ я не могу я не могу сказать Вячеслав я чего я дам информацию вот в интернете вот откуда же мне знать я просто вам как бы ретроспекцию вы уж думаете сами это вот я вам могу слой снимать ну давайте давайте ну то быстренько ну конечно сфотографируем где что там это вы сняли 3 какие-то 4 точки это на Крыму да судак а вот это за полоса что это а это вот самое большое это вспомогательнее туда это судака там есть место в Крыму там все есть понятно спасибо ну вы может быть дополнить Александр Евгеньевич садитесь на моё место спасибо спасибо